Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики! То политическое событие, как его называют, власти Казахстана, вступило в решающую стадию, пошла последняя неделя агитация того или иного кандидата. Я называю это имитацией по выборам в парламент Республики Казахстан и во все представительные органы, маслехаты, всех уровней. И мы видим, что избирательная комиссия получила конкретное указание на то, чтобы максимально снять тех кандидатов, которые сегодня не лояльны к нынешней власти, проанализировав оставшее число кандидатов, конкретно дается поручение снять того или иного. И избирательная комиссия делает свое грязное дело. Я не хочу называть сейчас какие-то фамилии, потому что список будет очень большой. Поэтому грязная работа избирательной комиссии, она налицо. И мы видим, как по надуманным причинам снимаются те или иные кандидаты. И ситуация, подходя к последнему дню проведения голосования, становится просто смешной. Я думаю, что эта имитация по выборам парламента в первую очередь важна президенту Казахстана и его команде, которые объявили о масштабной модернизации и вовлекли народ Казахстана в целый период избирательной электоральной кампании. Ну, достаточно перечислить. Первые это были выборы президента в 2019 году. Это вообще была грубейшая кампания, которая позволила Тукаеву захватить власть. Затем были проведены выборы в парламент, затем референдум. Прошли вновь выборы президента Казахстана. И вот сейчас выборы в парламент и маслехаты всех уровней. На этом этапе, как выразился сам Тукаев, должна быть закончена работа по формированию формулы «Сильный президент, уважаемый парламент и подотчетное правительство». Я думаю, что Тукаев ничего нового не сказал. Точно такая же формула была в правлении Назарбаева. Диктатор-президент, карманный парламент и правительство Казахстана, которое исполняло только волю главы государства. То же самое сегодня происходит и сейчас. Кому выгоден этот фарс, который был задуман и реализован Тукаевым? Что дает это политическое событие, как называет его власть, я называю имитацией по выборам, народу Казахстана. Народ Казахстана от этого практически ничего не получает, поскольку как доминировал президент в Казахстане, так и доминирует. Как был бесправен народ Казахстана, так он остается бесправным. Как принимал антинародные законы парламент, так он и будет принимать, поскольку львиная доля депутатов, я в этом нисколько не сомневаюсь, будет от партии Аманат и провластных партий, поэтому парламент будет принимать те законы, которые необходимы руководству Казахстана. Мы это видим уже на протяжении четырех лет, с 19-го года по 23-й год. Один человек, что захотел, все притворил в жизнь, а никто не услышал мнения избирателя, простого народа, никто не задумался над тем, как живет простой человек. Это нужно было, те реформы, которые затеял Тукаев, для создания прекрасной картинки для мирового сообщества, что у нас есть демократия, что мы вот таким-то образом многопартийность придумали, мы такие-то вещи сделали для того, чтобы мировое сообщество обратило внимание, что мы стоим на пути дальнейшего демократического развития, дальнейших политических и экономических преобразований. Ну а главный источник силы народ, к сожалению, ничего не имеет, и самое страшное, не может ничего предпринять, чтобы получить какие-то для себя законы, которые позволяли бы улучшить положение дел простого жителя, гражданина Казахстана. Как видим, народ Казахстана действительно ничего не получает. Получает все власть имущие, которые сегодня верховодят во власти Республики Казахстан. Что же получают те кандидаты в депутаты, которые сегодня в начале так широко разрекламированной кампании выдвинули себя как самодвиженцы по партийным спискам и так далее, дает единственное удовлетворение, что он был кандидатом в депутаты такого-то созыва парламента Республики Казахстан. Я думаю, что вот такое моральное какое-то удовлетворение, что я был кандидатом, и дает право этим людям сегодня пропагандировать себя. Мы видим, какова риторика, даже по тем дебатам, которые были проведены. Но то, что звучало на этих дебатах, дебатами назвать практически невозможно. Главный лейтмотив был такой дебатов, что я хороший, все остальные плохие, выбирайте только меня, я вам сделаю то, что вычисляются все проблемы, такие, я бы сказал, глобального масштаба, развитие демократизации, политическое преобразование в государстве. То есть не какие-то конкретные программы, которые выдвигает та или иная партия или тот или иной кандидат, поскольку они все связаны, не имеют права критиковать ни руководство страны, ни доминирующую партию в парламенте, которая, я уверен, будет партия Аманат. Но вместе с тем риторика звучала довольно-таки интересно. Мы снизили цен с политическим партиям с 20 тысяч до 5 тысяч. Мы снизили барьер прохождения в парламент с 7% до 5%. Мы установили квоту 30% для женщин, для молодежи. Мы сделали возможным самовыдвигаться кандидатам в депутаты. И это все должно было лить какую-то жидкость на мельницу Тукаева. Но, к сожалению, все это просто оказалось профанацией. И в дальнейшем мы видим, кто будет представлен в парламенте. Но самое интересное, что нынешняя власть в заслугу себя поставила регистрация аж двух партий – Байтак и Республика. До этого многие годы не было регистрации ни одной политической партии. Вместе с тем, нынешний режим умалчивает, что конкретно оппозиционную партию ОЛГА Казахстан Минюст не зарегистрировал и не обеспечил, я бы сказал, конкурентные действия по отношению к тем партиям, которые сегодня получили право баллотироваться в депутаты Республики Казахстан. Ну, представьте, если бы была зарегистрирована партия ОЛГА Казахстан, то какая бы могла быть конкуренция между Аманатом и ОЛГА Казахстан. Я уверен, что Аманат проиграл бы в конкурентной борьбе этой партии ОЛГА Казахстан, поскольку народ Казахстана, который массово двигался в партию ОЛГА Казахстан, конечно же, проголосовал бы за партию оппозиционную, поскольку сегодня народ устал от такой жизни. И когда правительство объявляет, что две трети казахстанцев живут за чертой бедности, то, конечно, эти люди уже потеряли терпение и проголосовали бы за оппозиционную партию. Этого власть, конечно, боится и никогда не допустит. Чем интересен был этот процесс имитации по выборам? Да, конечно, якобы борьба кандидатов в депутаты. Но вместе с тем кандидаты в депутаты конкретно сказали, что эта гонка за депутатским мандатом для самовыдвиженцев, она очень финансово затратная, и не способны кандидаты поднять эти затраты и добиваться избрания на депутатские должности. Поэтому мы видим, не только народ Казахстана, но и кандидаты в депутаты поставлены в такие условия, когда власть имущая будет выдвигать своих кандидатов и оплачивать все расходы, связанные с предвыборной гонкой, то люди поставлены, и кандидаты поставлены в неравные условия. А это противоречит той догме, которую объявил Тукаев и сказал, что они будут конкурентные выборы, что они будут равнозначные и одинаковые для всех кандидатов и всех политических партий. Однако же мы этого не видим. Вместе с тем риторика продолжается, и люди из команды Тукаева и приспешники его говорят, что дальнейшее развитие Казахстана идет по пути демократизации экономических и политических реформ, и эти реформы должны оставить конкретные следы в Казахстане. Но вместе с тем международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой традиционный рейтинг «Свобода в мире» по итогам 2022 года. К сожалению, Казахстан занял последнее место среди стран всего мира и называется сегодня полностью несвободной страной. И это действительно так. Я хочу подчеркнуть, что мы живем в стране, где нет свободы слова, свободы печатей, свободы митинга, свободы собраний. У нас нет никаких политических прав. И хочется понять, в тех рейтингах, которые опубликовал Freedom House, по политическим правам мы набрали всего-навсего 5 баллов из 40 возможных. По гражданским свободам мы набрали 18 баллов из 60 возможных. То есть в общей сложности 23 балла из 100 возможных. Это очень низкий, можно сказать, что самый низкий показатель во всем мире по рейтингу свободы в мире. И мне хочется задать президенту такая вопрос. Где же наши политические права? Где наши гражданские свободы? Почему вы украли их у народа Казахстана? Почему сегодня мы живем в полностью несвободной стране? Хотя до ваших реформ, о которых вы объявили и назвали их кондиционной новеллой, мы жили в частично несвободной стране. А после ваших реформ, когда вы ввергли Казахстан в пучину электорального периода, когда объявили внеочередные выборы в 2019 году президента Казахстана, хотя в этом не было никакой необходимости, затем вы объявили выборы парламента, затем провели референдум, провели внеочередные выборы президента Казахстана. И сейчас подходим к конечному результату к голосованию по имитации выборов в парламент Республики Казахстан. И на все это потрачено огромное количество финансовых ресурсов. И хочется понять, для чего нужно было все это делать, если рейтинги после объявления вашей реформы продолжают падать. И отношение к нашей стране будет точно таким, как оно указано в рейтинге. Страна полностью несвободна. Верните нам наши политические права, гражданские свободы, для того, чтобы народ почувствовал, и мы могли называть себя страной свободной. И это говорит о том, что те реформы, которые Токаев так продекларировал, и идет шумиха вокруг этих реформ, они просто продекларированы, никаких реформ нет. И про слышащее государство, и чего только он не выдвигал, какую риторику только он не притворял жизнь, но факты говорят сами за себя. Как видим, по заключению той же компании Freedom House несколько лет тому назад, без проведения тех реформ, которые продекларировал Токаев со своей командой, Казахстан был в группе стран, которые считались частично свободными странами. А по истечении четырех лет правления Токаева страна скатилась на абсолютно несвободную категорию стран. И мы видим, как он пытается добиться признания в мировом сообществе, что это страна, демократически развивающаяся, страна, стремящаяся к правовому государству, к демократическому государству. Но все это обыкновенное бла-бла-бла, отойти от которых никак не может Токаев и преподносит все новые и новые какие-то свои бредовые идеи, которые через какое-то время затухают. Я вспоминаю, как Токаев объявил, что у нас не будет ни врагов народа, ни пятой колонны, ни других каких-то агентов, влиятельных агентов. Нам это чуждо. Я думаю, что это прозвучало как бы своего рода угрозой в сторону тех активистов, которые поднимают сегодня насущные вопросы для Казахстана, что если вы будете дальше настаивать на своем, то я вам внедрю вновь те же самые процессы, которые были в начале 20 века и действовали в Советском Союзе. Мы вас всех объявим либо врагами народа, либо пятой колонны, либо лицами, которые подвергаются влиянию извне и проводят политику ту, которая навязывает ему эти влиятельные лица. А это элемент все-таки запугивания. Поэтому, дорогие мои друзья, 19 марта, это число 19, стало как бы сакральным числом для Токаева. 19 марта 19 года он провел с Назарбаевым соответствующую рокировку и был назначен президентом Казахстана Назарбаевым. И вот теперь, 19 марта, 4 года спустя, он надеется получить, естественно, подтверждение народа Казахстана тем реформам, которые он продекларировал. Я думаю, что народ Казахстана должен сделать свой выбор. Поэтому, дорогие мои друзья, вы, конечно, стоите перед большим выбором идти на голосование или не идти на голосование. Если идти, то за кого голосовать? Однозначно могу сказать, что за политические партии, которые сегодня представлены как кандидаты и которые представили свои списки в избирательной бюллетене, голосовать не нужно, поскольку это все партии провластного толка. Президент хотел захватить еще больше власти и действовать без оглядки на мировое сообщество своими действиями по имитации выборов 2023 года. Он хотит притупить бдительность мирового сообщества, чтобы не было таких рейтингов, как Freedom House, что Казахстан находится на последнем месте, продекларировав свои реформы и заявив всему миру, что Казахстан движется по пути вот таких-то реформ, и, кстати, получивший поддержку от госсагендаря Соединенных Штатов Америки, что вот все эти действия Токаева необходимы для такой оценки. Поэтому, дорогие мои друзья, это все уловки политтехнологов, мы это давным-давно проходили и знаем, как это действует, и поэтому могу твердо вам сказать, что самое главное не дать возможности власти провести свою идею и добиться еще больше власти над народом Казахстана. Почему я так говорю? Потому что в соответствии с Конституцией статья 61 от 30 августа 1995 года право законодательной инициативы принадлежит президенту, парламенту, правительству. Больше никто другой не имеет права законодательной инициативы. И эти органы, которые имеют это право, будут, конечно же, составлять свой план законотворческой деятельности парламента и вбивать туда законы, которые необходимы будут этой власти для совершения своих дел. Поэтому мое пожелание. Необходимо каждый бюллетень фотографировать, обнародовать, потому что я уверен, будут фальсификации, а практика фотографирования бюллетеней, обнародованные бюллетеней позволит нам с вами показать, что есть фальсификации при подсчете при подсчете голосов и объявлении окончательных итогов голосования имитации по выборам в парламент и представительные органы всех регионов. А это позволит народу сказать нет этим выборам и не признать эти выборы законными, как того хотят то кайф. На этом я заканчиваю свое выступление. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто еще не подписался. И до новой встречи.